Привет, друзья, с вами Ваймс. Недавно я перепрошёл Monster Hunter World, используя исключительно лук. Почему именно лук? Потому что я до этого довольно мало играл дальним боем и захотел это исправить, а геймплей болтеров мне кажется сильно менее интересным. И в итоге, спустя 200 с лишним часов и около 600 квестов, я абсолютно не рекомендую повторять мой опыт. Не потому что лук — какое-то абсолютное говно, которым играть невозможно в принципе, а потому что местами у него есть очень серьёзные проблемы. И в эндгейме это местами превращается в практически всегда и везде. Но начнём давайте не с эндгейма, а с чего-то более раннего. Например, с того факта, что играл я на ПК и на клаву-мыши, и клаву-мыш в МХВ работает просто прекрасно. Никаких проблем с камерой и прицеливанием, удобная дефаутная раскладка, хот-бар на цифры вместо кругового меню — всё отлично. Даже интерфейс всяких кузнец и инвентаря работает хорошо. Ну то есть нет, не хорошо, но не хуже, а во многом даже лучше, чем с геймпада. Также игра на ПК открывает возможность моддинга, и модов я использовал немало. По большей части не геймплейных, а визуальных и просто quality of life. Всякие отключения тумана, добавление точки фаст-тревела на старт Астеры, более заметная подсветка блестяшек с мобов. Из геймплейного — мод, заставляющий эти самые блестяшки лежать вечно, а не пропадать через минуту. Мод, позволяющий выставлять любой ранее открытый уровень региона в путеводках. А также моды, добавляющие постоянные версии квестов с Кулвой, Алатреоном и Сафи. Сафи еще и с нормальным скейлингом для сингла. Ну и уже после прохождения игры я добавил пару читерских модов, множитель очков исследования и более адекватный дроп декораций. А также Resurgence — модпак с четырьмя новыми монстрами. Но в целом, даже эти геймплейные моды на, собственно, геймплей лука не влияют. Только уменьшают гринд. Ну и добавляют новых монстров. Что же касается самого геймплея, то на случай, если вы не играли с луком, давайте разберемся, как он работает. У выстрелов лука есть уровень заряда. Если просто клацнуть атаку из нейтрала, получится выстрел первого уровня. Если удерживать, то можно натянуть лук и стрельнуть вторым, третьим, а с определенным навыком и четвертым уровнем, которые наносят больше урона и летят дальше. Правда, натягивание лука примерно худшее, что с ним можно сделать, потому что уровень можно повысить еще и просто стрельбой. Если спамить атаку, то получится выстрел первого уровня, потом второго, потом третьего, а потом снова первого и так по кругу. Помимо обычных выстрелов, у лука есть еще и выстрелы с разбросом, с большим уроном и меньшей дальностью, которые можно делать после обычных и которые не сбрасывают уровень заряда. Еще один ключевой элемент — уворот, который в прицеливании или после выстрела заменяется на стильный подкат, увеличивающий или сохраняющий заряд. И в итоге в бою нужно набрать максимальный уровень комбинации обычных выстрелов и разбросов. Я обычно использую разброс, три обычных, разброс. И потом танцевать. У ворот выстрел разброс, у ворот выстрел разброс и так далее. Еще у лука есть довольно бессмысленный большую часть времени выстрел камнями с неба, который умеет станить, и два медленных заряженных мегавыстрела — драгон пирсер и тысячи драконов, которые обычно никто не использует, потому что они заряжаются очень медленно, а урон наносит хоть и много, но меньше, чем за то же время можно было бы нанести обычными атаками. Но обычно, как выяснилось, не относится к самому началу игры, где драгон пирсер — чуть ли не лучший вариант. Дело в том, что почти все выстрелы лука, и тем более у вороты, тратят стамину, причем очень немало. И на первых квестах, когда навыков на стамину еще нет, ни о каких комбах через дэш и речи идти не может. А драгон пирсер тратит стамины чуть больше обычного выстрела, а урон наносит в разы больше. Учитывая, что здоровья у ранних монстров очень мало, посредственного итогового дпс вполне хватает. Плюс, драгон пирсером можно отрезать хвосты, что иногда полезно. Однако, эта стадия стамины проблем и эффективности драгон пирсера длится очень недолго. Буквально после первой четверти или третьей лоу ранка можно сделать себе шапку из тоби, какую-нибудь куртку из цицияку, и потом полирнуть перчатками от горона, и стамина становится пусть нехорошей, но терпимой. А потом на хай ранке это все заменяется на апнутые версии, и добавляется оберег, и получается вообще норм. Также к концу лоу ранка приходится немного пофармить. Лук — элементальное оружие, так что просто апать стальную пушку до какого-нибудь нергии не выйдет, и надо сделать электролук из тоби, водный лук из юротода, ледяной лук тоже из юротода и легианы, а огненный из анината. Нормальных драконьих луков почти не существует, как и нормальных целей для драконьих луков, так что пока что четырех луков хватит. На хай ранке хорошей идеей было бы собрать пару кусков сета раталаса ради крит-элемента. Просто так в мх криты увеличивают только физический урон, которого у лука по сравнению с элементальным довольно мало. Я правда не стал этого делать и забрутфорсил ксенадживу в рандомном хламе из первых нескольких монстров. Разве что лук тоби кодачи до конца прапал. И это даже не было особо сложно. ДПС лука на хай ранке даже без всяких крит-элементов и выверенных сетов вполне достоин, а уж с ними все отлетает буквально за секунды. После ксена задерживаться на хай ранке с его событиями и гриндом декораций с расследований я не стал и поехал сразу в Айсборн, где ситуация кардинально меняется. Мастер ранковые мобы имеют кучу хп и наносят кучу урона, так что проблемы появляются и с убийством врагов, и с выживаемостью. И к сожалению проблемы эти до конца игры по большей части никуда не деваются. Причина этого во многом в шмоте. Ближайший полезный для лука бонус на шмоте крит-элемент, который отобрали уратолоса и засунули аж на вилкану, так что до древних драконов придется страдать. При этом кроме крит-элемента в сети вилкана нет абсолютно ничего полезного для лучника. Следующий апгрейд после этого пояс и ноги на мейль, которые имеют отличные скиллы для стамины, норм сокеты и сетовый бонус, дающий незначительную прибавку урона. А вот дальше все плохо. Для сколько-то заметного повышения дамага нам нужен сетовый бонус на тру крит-элемент, который есть на сети серебряного ратолоса аж на 70 мастер ранке. К счастью, как альтернатива существует ивентовый сет лазурной эры, который дает тот же бонус и даже миксуется со с ратолосом, но доступен сильно раньше. Проблема в том, что для тру крита нам надо 4 куска сета, а сами шмотки что лазурной эры, что с ратолоса очень не очень. Лучшее, что из них можно собрать, добавив руки обезьянга, это примерно такой билд, который дает крит-буст 3, антиветер 3, телосложение 2, всплеск выносливости 2 и поиск уязвимости 1, а также 5 сокетов 4 уровня, 1 3, 1 2 и 3 1. И в эти сокеты, плюс свободный слот амулета, нам надо было умудриться засунуть от 1 до 3 уровней телосложения, в зависимости от того, насколько хочется страдать от стамины, 2 уровня поиска уязвимостей, 1 или 2 уровня всплеска выносливости, 6 уровней элементального урона, 5-7 уровней критического взгляда в зависимости от лука, заряд лука плюс, бродобрее, чтобы вешать раны с одного, по 2 уровня обычных выстрелов и разброса, и неплохо бы еще усиление здоровья, чтобы ловить ваншоты не абсолютно от всего, а только от процентов 70 атак. И да, к слову о ваншотах. Персонажи, использующие оружие дальнего боя, по какой-то неведомой причине получают значительно больше физического урона. Настолько больше, что даже с хелсбустом ваншотов много, особенно на крутых эндгеймовых монстрах. При этом в теории лучники должны взамен получать меньше урона элементального, только вот чистой элементальных атак в МХ нет, и даже всякие фаерболы и молнии наносят в основном физический урон, и только чуток стихии, так что получает лучник больше вообще от всего. Но про ваншоты мы еще поговорим, а пока что давайте вернемся к сету, в котором свободно, с учетом амулета, 20 слотов, а впихнуть нам в него надо уже почти 30 скиллов. А ведь еще бывают всякие статусные резисты и прочие ситуационные вещи. И это, по сути, топовый сет для обычных луков до Фаталиса и АТ Вилканы. И этого топового сета мне не хватило, чтобы убить, например, Раутреона. Не в смысле, что он сложный и я не смог его победить, а в смысле просто тупо не хватило урона, чтобы убить его до третьей ульты, после которой он гарантированно меняет элемент и, по сути, становится неубиваемым и ваншотищем. И это, правда, не столько потому, что ДПСа у сета мало, а скорее потому, что сам АТ Реон такой, но о нем и о других монстрах мы еще поговорим. Но я сказал, что это топовый сет для обычных луков. А что насчет необычных? Ну, есть луки Кулвы, МР-версия которой убивается еще хуже АТ Реона, но можно зафармить хайранковую и апнуть лук подбираемыми с пола МР-кусками. Проблема только в том, что Кулва лотерея, и выбить конкретные несколько луков из пары тысяч пушек не особо легко. Хотя мне повезло, из первого же убийства я залутал ледяной лук, идеально подходящий для АТ Реона и еще пары важных мобов. Луки Кулвы имеют встроенный крит-элемент, так что сет с ратовоса можно заменить на что-то более эффективное. И что-то более эффективное в данном случае это сет с афидживы, который дает окно уклонения, крит-буст, сопротивление порчи, имеет нормальные сокеты и прибавляет кучу крита и элементального урона своим сетовым бонусом. Правда, кроме этого, сетовый бонус ест хп. При каждой атаке немного здоровья отваливается, а после нескольких успешных попаданий восстанавливается чуть больше, чем за это время потратилось. Если не промахиваться, конечно. Помните, что луки получают больше урона, чем милишники? Те немногие атаки эндгеймовых мобов, которые не шотят лучника с фулл хп, все эти сафии либо добивают, либо заставляют бросать все и хилиться, чтобы не убить себя следующим выстрелом. Тут можно было бы вспомнить про аугмент на отхил атаками. Все-таки сафия это уже эндгейм, и путеводки к этому моменту должны быть относительно зафармлены. Так вот, этот аугмент на луках тоже нормально не работает, потому что хилит он на процент от нанесенного урона и имеет кулдаун между активациями, так что отхил проходит только от одной стрелы из пачки и дает пару хп. Но все же, дпс в кулва сафии билде заметно лучше, да и нужные вещи туда влезают адекватнее, так что на ауатреона такого сетапа уже хватает. А после ауатреона Фаталис, сет с которого можно наворовать котом без единого убийства, и в сети этом и хорошие навыки, и дофига сокетов, и сетовый бонус на экономию стрелы и повышение стамины. Так что после финального босса эндгейма лучник наконец-то может собрать себе плюс-минус комфортный билд. Правда надо все равно либо лук кулва со встроенным крит элементом, либо один кусок вилканы плюс лук сафия с вилкановским апгрейдом. Ну и да, даже в сет Фаталиса не влезает все, что хотелось бы, и по общему комфорту он где-то на уровне милишных сетов, которые собираются после неистового брахи. Но плохие сеты не единственная лукопроблема, так что давайте теперь немного поговорим о конкретных монстрах. На лоу и хайранке все достаточно просто и упоминание заслуживает разве что тот факт, что массово летающие животные, вроде Раттласа и Кушалы, луком убиваются приятнее, чем ближним боем. Хотя из-за низкой скорости полета стрел хорошо дамажить моба в воздухе все равно не очень получается. Постоянно попадаешь не в голову, а во всякие крылья и лапы. В первой половине мастера ранка все тоже достаточно стандартно и ожидаемо. Небольшие пики сложности на аспидовом кадаче и бриоте, меньше чем обычно проблем с постоянно летающим ночным по улуму, и слегка внезапно для меня вообще никаких проблем с обяновым адгароном. Насколько я помню, он в сюжетке был для ближнего боя довольно сложным, а тут абсолютно изи. Итак, мы доходим до Вилканы, которая луком, как и почти всем остальным оружием, мега хороша. Уворачиваться от ее атак приятно, хотя местами хитрости в виде, например, крутилки хвостом с задержкой у нее есть, дамажить можно почти нон-стопом, окна для разгонной комбы есть, роняется она что от дамага по голове, что от выбивания льда часто, и в целом один из лучших боев айсборна с луком ничуть хуже не стал. Читзоны у нее, правда, довольно средние, но и хп не особо много, так что умирает она относительно быстро. Забегая вперед, АТ Вилкана — совершенно другой разговор, потому что хп что у самого дракона, что у ледяной брони — до хрена, и без лука и сета фаталиса туда соваться не стоит. Хотя с муфсетом и там проблем нет. После Вилканы и базеля, который валяется и огребает большую часть квеста, у нас тленный хазак, который как всегда ужасен. Хп вагон, хидзоны хрень кроме головы, миазмы заставляют тратить три слота на свой скил или проводить большую часть боя с парой процентов хп, и муфсет все еще состоит из хождение вперед-назад и пердежа. Верните мне нормального хайранкового хазака, который впрочем луком тоже получает нормальный только в голову. Дальше Намиэль, которая мне раньше очень не нравилась из-за своих режимов. Она в процессе боя становится то мокрой, то сухой, и в мокром состоянии очень хорошо сопротивляется физическому урону, а в сухом — элементальному. И тут лук меня приятно удивил. Во-первых, разница в уроне не настолько большая, как я ожидал. Точнее, даже не так. Разница-то большая, но если милишникам сухая Намиэль получает хороший урон, а мокрое — ужасный, то луком сухая получает нормальный, а мокрое — прям охренительный, потому что у нее, наверное, лучшие элементальные хидзоны среди обычных монстров. Во-вторых, в мокром, то есть более уязвимом для лук состоянии, Намиэль проводит несколько больше времени, чем в сухом. Ну и в-третьих, ее мувсет, со всякими лазерами-зигзагом, размашистыми ударами крыльями и конусами воды, как будто именно под лук и создавался. На средней дистанции от этого всего уворачиваться получается чуть ли не на автомате. Примерно то же относится и к мувсету Руинера — если просто пытаться не быть к нему в упор, то большей частью атак он сам не попадает. Хотя хидзона у него несколько хуже, и тот факт, что он уязвим к драконьему урону, нормальный лук на которой аж только Саватреона, тоже не сильно помогает. Но в целом норм. А вот с Шарой и Швальдой все наоборот. Мне было очень неудобно как уворачиваться, так и дамажить. К счастью, абсолютно ничего полезного для лучника с Шары нет, так что после одного сюжетного убийства я ее больше не трогал. С опциональными древними драконами тоже не все хорошо. Кушалы и Теостры при активных аурах Ветра и Огня, соответственно, получают урон исключительно в голову. В случае с Теостры это очень мешает, потому что этот поехавший кот очень любит носиться туда-сюда по арене, вращаться атаками и вообще не быть повернутым в одну сторону дольше пары секунд. С Кушалой другая проблема. Одна из ее атак увеличивает уже существующие торнадо в размере. И в прицеле можно просто не видеть, что сзади или сбоку этот торнадо есть. И с учетом пониженной защиты лучника, внезапно с нихрена отправляться в лагерь. Лунастру же можно дамажить куда угодно, однако остающийся после почти всех ее атак огонь на земле блочит стрелы. Так что куда угодно, но только под очень конкретными углами. В постгейме у нас Серебратовас, который постоянно летает, но хорошо роняется попаданиями в голову и особых проблем не вызывает. Голодианы и Гаруга, которые не особо нужны и так, что убиваются по одному разу без каких-то запоминающихся проблем. И Зиногр с Бруттигрексом, которые неожиданно были для меня очень сложными. Правда, в основном просто из-за своего урона и комб, которые плохо сочетаются с таймингами атак и у воротов лука. А вот стигийский Зиногр — наоборот. Я помню, что раньше он был для меня серьезным и сложным противником, а с луком я просто стреляю и он умирает ничего особо не делая. Пожалуй, наиболее понравившиеся мне файты за лучника вообще во всей игре — обе Раянга. Они очень сложные из-за своего огромного урона и сложного мувсета и требуют особого подхода. Тут нужно не жадничать, не крутить комбы, а аккуратно стрелять только в окна, чаще всего по одному разу, и грамотно уворачиваться. Зато, например, на взбешенном Раянге подкатиться под его электрошары в прыжке и стрельнуть в него, пока он в воздухе — мега стиль. Ну и из эндгейма, но не совсем эндгейма, у нас остается неистовый Брахидиос, который достаточно неудобен для уворотов — постоянно получается приехать в лужу и взорваться, но в целом убивается он норм. Что же касается совсем эндгейма, то норм тут, пожалуй, только Софиджива, которая получает неплохой урон в крылья и сломанную голову, и средний терпимый во все остальные места, и мувсет который для лука вполне приятен, даже под ее агры. Про АТ Вилкану с ее слишком высоким для комфортного убийства хп я уже рассказал. АТ нами же переняла проблему к ушалости острой — ее крылья получают ноль урона от дальнего боя, так что если этот дискокальмар отвернулся — дамажить нельзя. Ну и к тому же АТ нами — это какой-то тур по всем худшим аренам Кораллового Нагорья, но правда это проблема не только для игроков с луком. И теперь мы доходим до трио эндгеймовой жопы — в лице Клоуфторот, Аватреона и Фаталиса. И перед тем как их обсуждать, нам надо разобраться с хидзонами, которые я уже пару раз упоминал. Хидзоны, а точнее их значение — это то, как в МХ просчитывается урон. У каждого моба есть табличка с его частями тела и тем, сколько они от чего получают. И если, например, у головы раздетой кулвы хидзоны дальнего боя равна 20, то она будет получать всего 20% физического урона моего лука. Ну и если лук у меня, например, водный, а хидзоны головы для водного урона — 10, то элементы будет проходить 10%. При этом рана увеличивает только физическую хидзону, и эта же физическая хидзона влияет на цвет цифр урона и прок поиска уязвимостей, для которого надо 45 или больше. Так вот, дальнобойные хидзоны у эндгеймовых и на самом деле многих обычных мобов айсборна — говнище. Если взять ту же кулву, то единственное место, являющееся у него уязвимым для дальнего боя — это грудь, с хидзоной ровно в 45. То есть это самая хреновая уязвимость, которая может считаться уязвимостью. И даже ранами никакие другие части тела уязвимыми для лука не сделать. Но на самом деле всё ещё хуже, потому что лук — это элементальное оружие, и на той же груди хидзона для льда, к которому кулва наиболее уязвима — 10. А лучшая элементальная хидзона — 20 на передних лапах, у которых дальний бой всего 25. При этом 20 — это в принципе терпимая элементальная хидзона, но без поиска уязвимостей и физической составляющей — ДПС получается говном куда ни стреляй. При этом у кулвы огромная куча хп, очень жёсткий тайм-лимит и очень неудобный муфсет с кучей разворотов, перекатов на другой конец арены и засирания всей локации лавой, что сильно мешает выцеливать лапу или грудь. Тем временем персонажи с оружием ближнего боя наносят по 65-70% урона в грудь и лапы, 80% в разогретое золото, 95% в голову в последней фазе, хилятся атаками, не ловят ваншоты, имеют слоты для парозащитных или утилити скиллов в билде и не тратят полную стамину за 10 секунд чисто на нанесение урона. Баланс. Но кулва — это, наверное, худший пример и худший матчап для лука во всей игре. Так что давайте перейдем к Каватреону, которого нужно дамажить элементом, чтобы ослабить ульту, а потом ломать рога, чтобы он не сменил элемент и не стал иммунинг, например, льду, с которым вы на квест пришли. И у него тоже целая одна хит-зона ровно в 45 — тело, которое по совместительству получает наименьший элементальный урон. Но, к счастью, на голову можно навесить рану, что поднимает ее хит-зону до 47 с элементальным значением в 13. Или можно бить передние лапы с 20 дальнего боя и 20 же элемента. Чтобы понять, насколько все плохо с айсборновскими эндгеймовыми монстрами, можно посмотреть на какого-нибудь нормального для дальнего боя противника. Вот, скажем, Теостра с хит-зонами 50-25 для моего эндгеймового ледяного билда получает по 88 со стрелы, вместо Алатреоновских 60. При этом лед — это даже не основная его уязвимость, просто нормального водного билда у меня нет. И при этом Алатреон имеет жесткий тайм-лимит в виде необходимости убить его до третьей ульты, атакует сильно быстрее, чем не дает крутить полные комбы и стрелять по два раза между воротами, любит полетать и потянуть время, и еще и всякие драконии порчи со льдом накладывает. Ну и остается у нас Фаталис, с которым проблемы немного другие, хотя и тоже связаны с хит-зонами. Но, по крайней мере, урон он получает терпимый и прям жестких тайм-лимитов не имеет, да и всякие баллисты с драконаторами помогают, так что убить его можно. Но! Одна из ключевых механик Фаталиса — это его усиление в третьей фазе, после которого его огненные атаки начинают наносить значительно больше урона, и которое можно отключить, сломав ему голову. И голова Фаталиса с учетом раны имеет хит-зону в 44,75, то есть на четверть поинта меньше, чем надо для работающего поиска уязвимостей. Но в этой ситуации есть на самом деле один плюс. Из-за увеличенного получаемого урона лучника почти все огненные атаки ваншотит и без усиления, так что ломания головы по сути ничего не делает. Но, чтобы гарантированно получить глаз, которых на крафт-шмод нужна пачка, голову надо сломать. Аж два раза. А еще третья фаза усиливает теки ульты. И если не ломать голову, то от ветра при взлете Фаталиса надо идеально перекатиться, иначе не хватит хп, чтобы выбежать. Ну и естественно, грудь Фаталиса получает нормальный урон от дальнего боя, но довольно хреновый от элемента, а голова наоборот, так что лук с его разделенным уроном в очередной раз в пролете. А еще большая часть неогненных атак Фаталиса тоже ваншоты, так что уворачиваться надо идеально практически от всего, в то время как милишник может спокойно затанковать заряженный фаербол. Ну и в итоге получается, что в начале игры у лука проблемы со стаминой, в середине все довольно неплохо, а в конце абсолютно тупейшее сочетание ваншотов, ужасного биодостроения, отсутствие отхила, врагов, которые хотят, чтобы вы их дамажили в одно место, а нормально дамажиться в другое, врагов, которые просто дамажат только в конкретное место и под конкретными углами, ну и врагов, которые просто получают от лука в разы меньше, чем от ближнего боя. И есть даже еще одна проблема, которую я пока не упомянул. Если нажать прицеливание и у ворот почти одновременно, то игра довольно часто игнорирует инпутное направление и уворачивает вас либо вперед, либо вправо, в зависимости от тайминга нажатия. Так что периодически еще получается, что жмешь назад и у ворот, а уворачиваешься вперед в атаку. Но зато до эндгейма, когда сеты и мобы еще нормальные, лук играется очень приятно. Так что в целом я вполне рекомендую попробовать его, побегать там на всяких вилкан и ратласов, особенно если у вас уже есть от фаталиса. Однако играть исключительно луком очень плохой план, потому что в приличном куске игры он просто не работает. Ну и на этом все. Я надеюсь вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok